Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 31 июля. Устранить все проблемные вопросы и завершить строительство в намеченные сроки. Эрик Пухаев совершил инспекционный объезд в ЦАУ и Твайсам. Лица, события, пейзажи, натюрморты. В пионерском парке свои снимки представили как профессионалы, так и любители. Разгромный счет 10-0. Арсамак Засеев стал победителем первенства мира по вольной борьбе. Состоялся инспекционный объезд председателя правительства Эрика Пухаева по строящимся объектам. В частности, премьер ознакомился с ходом стройки многоквартирного жилого дома в поселке ЦАУ и с благоустройством центральных улиц в городе Квайса. Подробности в репортаже Анжелы Кукоевой. Премьер-министр ознакомился с ходом строительных работ трехэтажного 18-квартирного корпуса в поселке ЦАУ. Строители возводят последний этаж. Одновременно ведутся внутренние работы и на первом этаже по возведению перегородок. Казовые трубы уже проведены. По словам прораба Инала Устаева, на днях рабочие приступят к проведению электричества и воды. Проблем на стройке нет. Все работы выполняются по графику. До 10 августа будут завершены все бетонные работы. По проекту придомовая территория тоже будет благоустроена. Ничто не мешает вам работать уже. Подвалы дармой, первые дармой. Электрико дармой, технико дармой. По твоей ответственности. Хочется, что ты делаешь в фендерке, а ты делаешь в фендерке. Помимо жилого корпуса в поселке ЦАУ полным ходом идет строительство спортзала. Заказчиком является администрация района. Эрик Пухаев поручил все работы выполнять качественно. В первую очередь учесть во время строительных работ сейсмоустойчивость. Председатель правительства поинтересовался и благоустройством центральных улиц в городе Квайса, который строится в рамках инвестпрограммы. Как выяснилось, на улицах Итагурова у дорожных строителей возникли проблемы с подземными коммуникациями. По проекту не предусматривалась их замена и сразу же начались работы по благоустройству улицы. В последствии чего от нагрузки старые трубы начали прорываться и возникли трудности с проведением подготовительных работ к асфальтным работам. Это город коммуникации, саджи и вольт, так 56-го года, 64-го года. Наход таксо нахиток стает? Нахиток стает. Наше новое. У меня проекты, которые заданы, которые не предусматривают, которые не хотят, то на валя с асфальтным, которые заданы. Это помогла. Администрация надавала тогда тех заданий. Тогда был вопрос поставлен таким образом, что если мы делаем улицы, то надо желательно коммуникации заменить. было сказано, что в нашлих заданного рода мы сходим в саду 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 потому что в саду 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 мы нормальны сейчас когда они вскрыли уже вскрывают уже рога рогика председатель правительства потребовал от всех причастных к строительным работам относиться к своим обязанностям со всей ответственностью не допускать таких грубых ошибок премьер-министр поручил министру строительства устранить на участке все проблемные вопросы и сдать объект в эксплуатацию в намеченные сроки и при этом качественно председатель правительства побывал и в селе Невезру где строят водозабор Анжела Кукоев, Азамат Кудзи, Фатима Кумаритова информационный выпуск сегодня для работников исправительной колонии министерства юстиции организованы теоретические занятия в ходе которых они знакомятся с вопросами психологии, педагогики приобретают новые знания в работе с заключенными подготовке сотрудников сегодня уделяется большое внимание так как они нередко сталкиваются с ситуациями сопряженными с опасностью и риском наряду с практическими занятиями в исправительной колонии управления исполнения наказаний министерства юстиции республики Южная Осетия существенное место занимают теоретические знания проводимые регулярно для сотрудников учреждения сегодня министр юстиции Залина Лалиева посетила колонию посмотрела условия прохождения службы а также условия содержания осужденных на теоретических занятиях работники исправительной колонии знакомятся с основными вопросами психологии, педагогики а также приобретают знания по выявлению запрещенных предметов на территории учреждения на занятиях помимо устных лекций работникам выдаются наглядные пособия реформы, которые проводятся в министерстве юстиции ведут не только к улучшению условий содержания осужденных но и достижению сотрудниками пенитенциарной системы высокого уровня подготовки и умению работать с людьми поэтому подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы сегодня уделяется большое внимание сегодня мы проводили дополнительные занятия в системе боевой и служебной подготовки тема сегодняшних занятий была досмотр, обыски и взятие запрещенных предметов поступающих в исправительные учреждения уголовно-исполнительные системы республики Вужьян-Оссетия в данных занятиях отрабатываются вопросы вопросы методики методики досмотра обысков и изятия запрещенных предметов благодаря этим занятиям проводимые с личным составом наши сотрудники более качественно проводят досмотры, обыски и изымаются все запрещенные предметы поступающие в исправительные учреждения ежедневно работники исправительной колонии сталкиваются с профессиональными задачами нередко сопряженные с опасностями и риском теоретические знания работники приобретают на лекциях и беседах которые являются своеобразной формой организации работы согласно графику мы проводим разыскные мероприятия в жилых зонах осужденных и в их камерах если находятся то мы изымаем какие-то запрещенные предметы это например телефоны мы обычно проводим с осужденными наши беседы воспитательного характера потому что к нам попадают люди которые осуждены за уголовные преступления и для того чтобы когда они после освобождения выйдут на свободу чтобы они понимали за что они осуждены и чтобы они могли соответственно быть полезными для общества после их свободы в настоящее время условия содержания заключенных приравнены к уголовно-исполнительному кодексу в исправительной колонии работает медсанчасть с наличием необходимых медикаментов для оказания первой помощи для длительных свиданий существует специальное помещение а в комнатах краткосрочных свиданий проводится капитальный ремонт Елена Газаева Рауль Кочиев информационный выпуск сегодня жители улицы братьев Устаевых обратились в столичную администрацию с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию они выражают недовольство ходом строительных работ по мнению жильцов по проекту их улица сузилась а это многих не устраивает в вопросе разбиралась Анжела Кукоева жители улицы братьев Устаевых недовольны ходом строительных работ на этой улице ее благоустройство приступили в апреле текущего года рабочие провели работы по замене подземных коммуникаций жители ознакомившись с проектом возмутились тем что улицу сузили ширина проезжей части составляет 3,5 метра а тротуары по 2 метра к тому же здесь есть незаконные постройки заборы которые мешают строительству и расположены прямо на проезжей части мастер-класс Среди проблемных вопросов водопроводные трубы. Они открыты несколько дней и засоряются. Но, как объяснили строители, трубы продезинфицируют. Зара Чочево проживает в 49-м доме. Именно в этом месте сужается улица. Причина – забор соседа, который захватил сантиметры проезжей части. Плюс ко всему это может создавать аварийные ситуации для автомобилистов. Мой забор тоже мешал строительству. Но, как видите, мы сами ее снесли. Именно вот эта часть улицы, где проживаю я, является узкой. Часто создаются аварийные ситуации. Строительные работы под контролем прораба Альберта Засеева. О проблемах ему известно. И теперь ведется работа по составлению нового проекта. Продолжение следует... После того, как строители полностью разберутся с проектной документацией, работы возобновятся в полном объеме. Улицу должны сдать в эксплуатацию в октябре. Состояние дороги, электричество, питьевая вода, жилищный вопрос, ФАПы и другие темы были обозначены в ходе встречи главы администрации Дзавского района с жителями сел. Андрей Джоев заверил, что обращения не останутся без внимания. Проблемы будут постепенно устраняться, а встречи будут носить регулярный характер. Глава администрации Дзавского района Андрей Джоев побывал во всех сельских администрациях района, пообщался с жителями и на месте ознакомился с проблемами, которые больше всего волнуют жителей. В основном это дороги, электричество, питьевая вода и жилищный вопрос. В некоторых селах дороги находятся в плохом состоянии. Весной и осенью, в сезон дождей это более ощутимо. Тогда нередко сходят оползни и к селам невозможно бывает проехать. Не менее проблемный вопрос в селах – нехватка питьевой воды. К главе района обращались и с жилищными вопросами. Многие семьи в селах нуждаются в улучшении жилищных условий и замене кровли. Жители села Барс обозначили проблему, касающуюся линии электропередач. Они во многих селах износились и не менялись годами. Из-за этого периодически происходит замыкание и свет отключается. Многие семьи в селах – нехватка питьевая вода и нехватка питьевая вода. Я справилась вYN. Просто дальше продолжила divulги. Я работала в Мональдене, что была кахometer. Я протянула там проблемы, и что мы должны были решении. Но я вот если делалаerkt, что оказалась в той служебный этап, я была 꼭 иметь include youth force. Глава района посетил сельские ФАПы, проверил работу местных фельдшеров и поинтересовался, достаточно ли медикаментов. Оказывают ли население оперативную и качественную медицинскую помощь. Глава района заверил жителей, что их обращения не останутся без внимания. Постепенно проблемы в селах будут устраняться. Глава района отметил, что и в дальнейшем такие встречи с населением будут продолжаться. Елена Газаева, Леана Тедеева, Ирана Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. В Пионерском парке прошла фотовыставка, а именно фотосушка. Все желающие от профессионалов до просто любителей могли представить здесь свои фотографии. Предусмотрен и формат обмена снимками. Акция проводится в республике не первые годы и пользуется популярностью среди горожан. Десятки фотографий, на которых запечатлены лица, события, пейзажи, натюрморты. В столице республики в Пионерском парке прошла фотовыставка. Формат довольно необычный, а все потому, что каждый мог принять в ней участие. Совершенно не важно, профессиональный ты фотограф или просто любитель. Собравшиеся подвешивали свои работы обычными белевыми прищепками. Отсюда и название – фотосушка. К тому же можно было взять любой из понравившихся снимков. Сушка сама по себе, как мероприятие, как акция, возникла в 2010 году в Петербурге. В Санкт-Петербурге – это идея местных энтузиастов, фотографов. Но потом она как-то по всей России разошлась. И в 2015 году я была в Петербурге и познакомилась с этими людьми. И привезла эту идею сюда. И первая фотосушка прошла на Схимваль в августе 2015 года. Некоммерческий проект. Фотографии не продаются. Они забираются людьми. То есть любой желающий, например, вы подходите, вам понравилась какая-то фотография, вы ее забираете. Такой формат обмена фотографиями появился несколько лет назад. Во многих городах мира проходят подобного рода акции. И в Схимваль – не исключение. Очередная фотовыставка собрала многих любителей фотоискусства. Здесь можно было увидеть работы фотографов разного калибра. Отдельный уголок посвятили памяти народного фотографа Нелли Габараевой. Ни одно значимое событие не обходилось без Нелли. Ее любили. А ее новые фотографии на страницах соцсетей ждали каждый день. Очень много авторов люди приносят. До сих пор мы уже, правда, у нас не хватает прищепок и веревок. Но люди приносят свои фотографии, мы вешаем. Но отдельно решили повеситься на Нелли на фотографии. То есть каждый человек может прийти? Да, любая. Единственное, могу сказать, она была человеком. Это, по-моему, все говорит человек с большой буквы. В Цхимвале фотосушка проходила в третий раз и была организована при поддержке Комитета по молодежной политике, спорту и туризму. Стелла Бязарова, Арсень Гассиев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Два представителя нашей республики стали участниками четвертого международного фестиваля. Берег дружбы собирает творческую молодежь из разных стран мира. Талантливые ребята удивили участников исполнением танцев и песен в национальном стиле. В ходе встречи министра образования с югостинской делегацией отмечено, что подобные поэтические платформы дают возможность заявить о себе и раскрыть таланты. Этнофестиваль «Берег дружбы» объединил в городе Ростов десятки делегаций. Творческие личности знакомы с программой фестиваля не один год. Здесь поэтические строки лются непрерывно. В этом году гостями стали представители нашей республики Максим Засеев и Екатерина Джабиева. Четвертый международный фестиваль проходил с участием молодых талантливых ребят, которые не только сочиняют стихотворения, но и перевозят на другие языки. У Максима отец поэт, он пишет тоже стихотворения, то Максим прочитал ряд стихотворений, которые тоже очень понравились. Мы прочитали стихотворения и на остинском языке, и на русском языке. Песню тоже мы спели на остинском языке и на русском языке. И они очень сильно пожалели, что мы были не конкурсантами. Музыкальный подарок от Максима Засеева был исполнен в национальном стиле. Стихотворения и песни, исполненные им, сопровождались мелодией и национальными танцами. Общение не только со своими сверстниками, но и общение с представителями вокального искусства, поэтического искусства. И в конце концов, это возможность показать себя. И ты молодец, на самом деле достойно представил нашу республику. Вот только так, общаясь на площадках культуры, образования, мы можем проявлять себя, показывать себя, и действительно приобретать очень благотворный, красивый опыт. На встрече с министром образования и науки Натальей Гассиевой было отмечено, что именно на подобных поэтических платформах мы имеем возможность показать наших талантливых детей. Узнал еще больше о людях за границей нашей республики и вообще, потому что, ну, это люди такие открытые, и общаться с ними тоже очень приятно, да. И еще вот само место, даже даже лагеря, да, вот около моря, это само отдавало какую-то атмосферу другую. Кроме того, в завершении фестиваля представили народные промыслы. Именно этим занималась наша делегация совместно с делегацией из Северной Осетии. После завершения официальной части фестиваля нашей делегации была представлена возможность посетить в Таганроге достопримечательности города. Яна Плева, Ринат Медоев, информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Воспитанник школы борьбы Южной Осетии Арсамак Засе выиграл финальную схватку с грузинским борцом Георгием Чехрадзе с разгромным счетом 10-0, завоевав золотую медаль и став победителем первенства мира по вольной борьбе среди юношей. Тему продолжит Агунда Губозова. Арсамак Засеев победитель первенства мира по вольной борьбе. Соревнования проходили в Болгарии. Арсамак выступал среди юношей старше 18 лет в весовой категории 110 килограммов. В финальной схватке с грузинским борцом Георгием Чехрадзе осетинский спортсмен одержал победу со счетом 10-0. По словам тренера Тамерлана Кочиева, за победу на первенстве боролись лучшие спортсмены, которые съехали сюда со всего мира. Но Арсамак блестяще провел все схватки. Его соперниками стали Индус. Арсамак победил его со счетом 11-1. Затем Болгарин и вновь победа. Счет 10-1. Как отметил тренер чемпиона, труднее всего спортсмену далась схватка с иранцем, что в принципе видно по счету 8-5. Однако на завершающих секундах Арсамак собрался и все же победил своего соперника. Ранний спортсмен из Южной Осетии выиграл первенство России и получил возможность побороться за звание победителя первенства мира. Перед соревнованиями спортсмен провел две недели на сборах в Сочи, где показал хорошие результаты и полный настрой на победу в предстоящих соревнованиях. Чемпион вместе со своим наставником вернутся на родину 2-го августа. Агунда Губозова, Оксана Таттаева, информационный выпуск. Сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok